Эй-хей-хей, мальчики и девочки! Это Кэта из Городка Вискосвилл. Сегодня всех приглашаю посмотреть, что я готовлю кушать. У нас сегодня опять рыбный день. Кто смотрел мое вчерашнее видео, я побывала первый раз на рыбалке. Эмоции просто переполняют. Как ребенок вообще радовалась, прыгала. Рыбку толком не поймала, но зато все остальные моей семьи все поймали. У нас получилось 10 рыбок. Две большие форели. И остальные у нас были басы. Си-бас. Это морской оконь называется. Хочу сказать, что в Америке это дорогое удовольствие. Я помню, у нас в Санкт-Петербурге не было проблем с рыбой. Но такой свежей, конечно, я нигде не видела. Все было замороженное и привезенное. Здесь, конечно, удовольствие, что и половить можно. И она просто а-ля супер свежая. Значит, хочу вам сказать. 10 рыбок и поход на саму вот эту ловлю рыбную рыболовку нам обошлось в 150 долларов. Значит, нас было сколько? Четверо взрослых и детишки. И вот. И плюс еще рыба сама. И проход туда на лейк был 3 доллара. Со взрослых и дети до 12 были бесплатно. Короче говоря, суть такая в общей сложности. У нас получилось 150 долларов за поход. Ну, судите сами, кому дорого, кому нет. Так, значит так. Сегодня у нас продолжается, продолжается рыбный день. Смотрите, что я варю. Ёшкин, кошкин! У меня аж самой забуду дыхание периперла. Смотрите, это наша форелька. Смотрите, какая красивая. Ах, красавица наша! Все, уже оно, все готовочка. Все уже сделано. С пылу с жара. Вот. Ждем гостей. Я одна такое кушать не буду. Я всегда люблю поделиться едой со своими родными и друзьями. Так что вот. Наваристая уха у нас готова. Что я туда бросила? Я туда бросила морковочки, конечно, картошки, лучка и немножко перловки. Немножко перловки. Вот так у меня всегда мама варит. И в конце, потом, когда это все будет готово, в индивидуальной я в тарелочке положу немножечко зеленушечки. Там у нас с пылу с жару... Ааа, крючок, крючок! Ух, ух, ух ты, ух ты! Не нервничай! Не нервничай! Не понравилось ей, что я открыла. Там у меня вот это сверху красная картошка, а внизу желтая. Ребята, после ваших комментариев я задумался, почему действительно у нас картошка вся белая. Я пошла сегодня в магазин, специально искала. Вы не представляете, у нас есть Russell potato, baked potato, это такие названия картошек, они все какие-то белые. Это пошла, вон она там торчит, написано yellow potato, желтая картошечка. Вот я ее купила. Сегодня я вот такую комбинацию сделаю. Потом вам покажу обязательно. Теперь я буду показывать, что я готовлю, что в итоге получилось, как мы кушаем. Значит так, это у меня зеленушечка моя, вся сохнет. После того, как я помыла, это все из моего сада. Все из моего сада. Кропчик. Красота. Ну, а это уже пошло приготовление дальше. Я уже приготовила муку, соль, перец. Буду это все обваливать, рыбку обваливать, потом буду зажаривать до хрустящей корочки. Вот у меня еще здесь остаточки. Я их порезала. Между прочим, хочу сказать, Савелий, наш любимый блогер. Когда я смотрела его видео, там его мамочка рыбку жарила целиком. Я видела, как она порезала вот так вот, такие вот сделала надрезы. И у нее получилась супер классная рыбка. Так что я вот это вот взяла и унаследовала от Савелия мамы. Так что мамочке, Савелий, большой привет. Ну и все, ребятки, вот я здесь. У меня все кипятится, пузырится, все я делаю, поэтому присоединяйтесь попозже. Я вам покажу, покажу и всех приглашу. На этом пока. Бам-бам-бам. И вот они мы уже за столом. Все кипятится, пузырится. Это наше ушко, да, ушко. Вот она. Вот такая вот у нас красота. Красота у нас такая вкусненькая. Это у нас хрустящая рыбка. Ммм, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Запах обалденный. Вид тоже обалденный. И вот они мы все сидим и кушаем. Всем приятного аппетита. Присоединяйтесь. Ням-ням. Эй, мальчики, девочки. Вот мы вышли из-за обеденного стола. И посмотрите, что у нас. Торнадо. Торнадо. Ветер был безумный, сейчас немножечко успокоилось. Ливень безумный. Посмотрите на наш зонтик. Я что-то прям вообще в приятном изумлении. Если сейчас весной у нас такое, что будет летом? Обычно у нас летом с юга где-то идут отголоски торнадо, очень сильные. А весной у нас такого никогда не было. И посмотрите, что творится. Вот за этими деревьями кукурузное поле, которого вообще не видать. погодка безумная. И я стараюсь себе повторять чаще и чаще. Ох, видели? У погоды, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Наслаждайтесь. Вот я думала, слабо мне или не слабо выскочить и потанцевать на дожде. И должна признаться, слабо. пока слабо. Может быть, я соберусь когда-нибудь летом и покажу вам. А пока мы посмотрим на этот дождик из нашего окошка. Так что, у кого жарко, приезжайте к нам. А я бы с удовольствием поменяла с вами местами. Для меня, чем жарче, тем лучше. На этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok